здравствуйте дорогие друзья сегодня у нас 9 ноября четверг и за последние сутки я получил немало немало сообщений своих поставленных зрителей по поводу нескольких писулик которые появились в информ пространстве украины по поводу вашего моей скромной персоной естественно последовали просьбы прокомментирует что я безусловно сегодня сделаю скажу для начала кратко совершенно о том что но только идиоту непонятно что это заказные материалы которые свидетельствуют о том что опа руководство опа ермака в панике реальной в панике и они попали то что называется цуксвангом американцы называют это catch-22 situation то есть ситуация когда любой ход который делает игрок ухудшает его положение и вот это именно это происходит с опой под руководством ермака и то есть такое впечатление что люди совершают самоубийство но попутно они втягивают в эти игрище все большее количество игроков и по этому поводу я сегодня как раз и хочу с вами поделиться своими соображениями но прежде чем это сделать и чтобы было более понятно возникшая ситуация я хотел бы прокомментировать несколько последних важнейших событий связанных с терактом против помощника генерала залужного майора частякова и так я беру материал просто комментирует то что уже произошло за последние буквально часы и что в общем то показывает что моя первая оценка который сделал в первый же день буквально после несколько часов после этого трагического случая то есть после этого теракта моя позиция собственно говоря подтверждается и чем дальше тем она будет подтверждаться большей степени то есть скоро вообще по большому счету все станет известно и и и и тогда организаторы этого теракта а также те которые по прежнему пытается то ли за деньги то ли за повышение не знаю пусть сами разбираются его замазать спрятать концы в воду они тоже понесут заслуженное на службу заслуженное наказание и так на последнее время представитель по стратегическим коммуникациям гбр татьяна сапьян сообщила в эфире национального телемарафона о том что появилось уже четыре версии гипотезы по поводу того что произошло 4 то есть по сравнению с одной версии который единственный выдвинул главбент украины клименко после чего я как вы помните ли я подверг сомнению эту версию после этого вся кампания против меня и началась теперь что мы имеем основная версия несчастный случай несчастный случай мы это слышали уже от клименко который пришел к этому стратегическому выводу за четыре часа то все остальные варианты он решил то есть у него в голове супер компьютер это что целой бригаде бы лучших следователей в любой стране мира потребовалось бы недели минимум недели а то и месяцы для того чтобы отработать остальные версии его супер компьютере в мозгу все решила за четыре часа 2 версия а вот это уже новенькая умышленное убийство совершил завершенное покушение на убийство членов семьи убитого завуалированное под неумышленное убийство или несчастный случай внимание самое главное по заказу спецслужб российской федерации но это уже возникает вопрос а почему только российской федерации зачем вообще вот выдвигать сейчас тем более что это рабочие гипотезы зачем сужать рамки расследования то есть если гипотеза только такая то есть мы рассматриваем что это убийство только по заказу российской федерации и спецслужб а если это по заказу спецслужбы другой страны тогда мы не рассматриваем это дело это уже не умышленное убийство или как это получается да по заказу спецслужб россии с целью дестабилизации военно-политической ситуации в украине ну принципе да она имеет место быть такое подозрение такую такую гипотезу следует рассмотреть но было бы разумно с профессиональной точки зрения просто такое написать расследование по поводу умышленного убийства . а там объективное куда приведет расследование объективное а не то что тебя спустили сверху что ты рассматриваешь только заказ российской федерации то есть тут понятно что гбр которая пошла дальше в которой видит лучше чем генерал клеменко но тем не менее она как-то спутанно ноги руки у нее оказываются связаны с тем заказом который прислали сверху и тут но откуда сверху понятно то есть профессиональная вы следователь не стал бы себя ограничивать вот такими рамками драконовскими откуда у нас приходят указание куда и как надо вести расследование из опы ермака то есть как получалось как это шутили в советском союзе при проведении расследования надо проявлять особую осторожность чтобы в ходе он его не выйти на самих себя вот это как раз и делается сейчас в рамках расследования по поводу мышь убийства частякова третья версия умышленное убийство частякова совершенное на почве неприязненных отношений умышленное убийство но если мы помним версия то какая была по поводу изначальная версия была и вам напомню что полковник тимченко передавая подарок этот ящик с подарком якобы сказал о том что там лежат гранаты то есть бомба но и якобы говорили что есть несколько свидетелей подтверждаю сейчас повторяю что свидетелей которые видели как передается этот подарок так называемый из бомба которые бы видели это и одновременно слышали предупреждение тимченко их не существует вот двое суток произошло по поводу со временем убийства их нет то есть это так миф то есть да это действительно я и я говорю что те факты которые имеют место в настоящее время свидетельствуют что это именно умышленное убийство они так как это лепили самого начала ведомстве господина кременко то есть это вот третий пункт он убивает историю о том что тимченко предупредил майора вот тщательнее надо ребята все у нас очень популярное было это изречение там великая мудрость великого господина жванецкого четвертая версия покушение на умышленное убийство другого чем частяков военного должностного лица высшего офицерского состава аппарата главнокомандующего в ссу ну так вот вопрос первый почему ограничивается этот пункт офицерами высшего то есть представителями высшего офицерского состава аппарата главнокомандующего а вдруг она идет дальше и выше то есть там надо сразу поставить точку покушение на умышленное убийство военного должностного лица высшего состава в ссу точка ну а там как получится куда приведет объективное расследование так оно и будет при этом очень важно подчеркнуть запомните вот обратите на это внимание в не отдельных высказываниях и отдельных сливах подконтрольных сми проводится мысль что тимченко это вообще из команды самого залужного если там что-то прошло я даже где-то видел формулировку что расследуется они пересорились они там между собой помощники залужного плохо плохо залужный руководил своими кадрами они там пересорились и начали взорвать друг друга так вот имейте ввиду что тимченко не работал в аппарате залужного он был помощником зама залужного а это как говорится совсем другая песня и еще раз повторю по-прежнему нет свидетелей того что тимченко предупредил майора частякова о том что он дарит ему в кавычках бомбу то есть ну тут фактически так напрашивается аналогия в свое время 30-е годы и попозже нквд вот таким образом охотилась и ликвидировала то что тогда называлась украинскими националистами далее как об этом пишут украинские сми представитель гбр сальян подтвердила что основой является версия трагический случай это не за два дня определили то есть они уже определили что спецлуда за спецслужбы российской федерации это так это уже второстепенно они разобрались с этим вопросом понимаете хотя для того чтобы разобраться это надо титаническую работу контрразведывательную провести и не только гбр а совместно еще с сбу другими разведывательными контрразведывательными подразделениями украины чтобы отработать одну версию возможной причастности российской федерации тут уже все решено где она все решается опи ермака поэтому я говорю это как раз цук цванг и чем дальше будет развиваться это дело тем быстрее и тем тем сильнее будет запутываться руководство опы совершенным преступлением далее софьян сообщила что по делу назначен ряд экспертиз это видимо тоже в понятия в первом же своем репортаже по поводу вернее аналитическом материале по поводу теракта против частякова я вам говорил что никакая еще не была проведена экспертиза по поводу того что что взорвалось поэтому преждевременно дело приходить каким-то выводом так вот спустя еще сутки после того как я это рассказал даже больше уже двое суток по моему прошло только сейчас только сегодня был назначен ряд экспертиз то есть это по состоянию на 11 то есть на 8 ноября 24 14 00 по киевскому времени ну затем после этого то есть эта информация вот я посмотрел украинские сми прозвучала в 14 00 потом судя по всему представители гбр пошли в суд для того чтобы избрать меру пресечения подозреваемому офицеру то есть тимченко прокуратура ходатайствовала о избрании меры пресечения для полковника тимченко и просила туда по-божески по-божески не злые они добрые люди они просили наконец-то посадить полковника под домашний арест а прошло уже я кстати обращал опять таки на это внимание полковник болтался неприкаянный после теракта хотя было уже известно что он передал что это он передал эту бомбу майору и не было никаких свидетелей о том что он предупредил что там бомба то есть подчеркиваю майор частяков тащил этот ящик вез домой не зная что там находятся гранаты это покушение на убийство так однозначно по большому счету так вот прокуратура просила и судья судья у нас алена бусик она не удовлетворила ходатайство прокуратуры о домашнем аресте почему вот вопрос и мне вот объясняют что вероятно дело было так прокуратура просила выступала с этим ходатайством изолировать полковника наконец-то от общества других контактов на основании только одной статьи статьи о вот небрежном хранении оружия то есть статья грубо говоря о несчастном случае а где же остальные это статьи о мышленном убийстве о покушении на убийство о том что это все сделано по заказу российской федерации как-то это дело осталось за бортом почему она стала за бортом я не могу не мог перепроверить эту информацию что ходатайство прокуратуры базировалась только на одной статье чем самая легкая непринужденной но логика подтверждает что наверно так и было потому что иначе тут так как ни крути ситуация просто разрывает мозг но смотрите если они пошли со всеми статьями и судья выносит вот это решение но тогда совсем мы имеем дело просто просто уму непостижимую то есть в третий пункт гипотеза это то что все это убийство было совершено спецслужбами или под руководством интересах спецслужб российской федерации в целью дестабилизации политической военной ситуации в украине вы только вдумайтесь вот тяжесть этих обвинений этих этой гипотезы и как так судья если бы на основании такой формулировки не обратились соответствующим ходатайством как она могла отказать то есть тут надо полагать что если это тот случай то алина бусик у нас но нет неадекватный наверное судья который не понимает ситуации который не соответствует занимаемой должности я не верю в это поэтому я скорее предполагаю что для того чтобы облегчить судье бусик принятие неадекватного решения ей только сказали что мы хотим потому что у нас основанная именно эта версия эти мы задвигаем черт с ними ну а ненадлежащие оборот оружия хранение это такое понимаете это не так важно и вот вот этот разговор судья и вынесла свое решение то есть это опять таки чудовищная ситуация которая ставит крест на всех гипотезах о которых по большому счету заявила гбр но кроме этой несчастный случай потому что полковник уже вторые сутки гуляет гуляет на свободе и как можно всерьез рассматривать гипотезу о причастности спецслужб российской федерации или любой другой спецслужбы включая местные ну скажем так есть вот американцев понятие такое rogue group это какая-то там съехавшая с катушек группировка или группа людей в одной из спецслужб которые вышли из-под контроля руководства этой спецслужб и творят что хотят беспредел понимаете то есть такой вариант он всегда рассматривается как 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 возможные когда вообще есть подозрение о том что это дело может быть совершено в интересах спецслужб ну вот как можно выпускать этого полковника когда есть такая гипотеза это что ему дали возможность для того чтобы он действующий согласно гипотезы в интересах российских спецслужб отработал то есть уничтожил вместе с ними все улики существующие которые могли остаться после таракта переговорил со своими связными и спецслужб российской федерации но и отработали то методы защиты и так далее то есть короче говоря вот этот эта гипотеза третье о том что надо рассмотреть это дело расследовать в том числе на предмет причастности спецслужб российской федерации решение сегодняшней судей бусик ставит на ней большой жирный крест после того как полковник вторые сутки уже пошло на третье гуляет рассматривать этот вариант смысла нет кроме как потом валять дурака тут я чувствую значительная тактика опыли опы ермака в развале этого для расследования этого дела она строится на на то что они будут в какой-то степени прикидываться идиотами вот потом придет время до того чтобы до того момента когда надо будет доложить результаты расследования вам скажут что не обнаружено вот не обнаружены никаких фактов доказательств о причастности здесь спецслужб вообще российской федерации в частности каждый не будет их потому что подозреваемые не имеющие алиби третье уже пойдет пойдет третью сутки болтается на свободе и это дело которое предупрекает громадное общественное влияние ежу понятно по тем указаниями тем решениями тем утечкам которые проходят что этим руководит опа ермака и вот такая вот ситуация таким образом подведем итог двух суток экспертиза по вот этого что же там взорвалось вы помните я в своем первом же видео на эту тему сказал что есть подозрение судя по тем разрушением которые имеются поражением которые имеются значит на месте преступления нельзя исключать что там была взорвана взорвана не граната а пластид двое суток никто не шевелился по этому поводу то есть вот сейчас только судья разрешила надо полагать я не исключаю что там опять что-то может быть задержаться то есть первое экспертиза еще не начиналась второе свидетель о том что кимченко предупредил частякова о том что там лежат гранаты по-прежнему нет то есть это никак уже не свалишь на то что частяков там как-то так неправильно образовали обращался с гранатами почему он должен обращаться причем не с гранатами еще непонятно что взорвалось а что взорвалось ящик при его открытии или там дальше ребенок полез играться гранатами то есть приклеить это дело или развить его таким образом что у тимченко зная что там его предупредили что там лежат гранаты вдруг ни с того ни сего дал сыну поиграться в эти гранаты сам начал играться И вот всё это произошло. Ну и третье – это Тимченко. Основной подозреваемый в совершении, как здесь пишется, и умышленного убийства, и неумышленного убийства, и преступления, то есть фактически теракт в интересах спецслужб враждебного государства, нацеленная на дестабилизацию военно-политической ситуации в Украине, он по-прежнему гуляет. И вот тут у меня возникает очень серьёзная обеспокоенность в отношении здоровья и безопасности полковника Тимченко. А не для того ли его оставили на свободе, чтобы с ним что-нибудь, не дай бог, свершилось? Ну там кирпич на голову упал, или нечаянно поскользнулся и рухнул прямо в холодные воды Днепра, или ещё что-нибудь. Понимаете, я очень беспокоюсь о его жизни, потому что таких людей, их надо закрывать как можно скорее во имя их собственной безопасности. И полковник Тимченко должен это понимать, что в нынешней ситуации, вот куда он попал, у него нет, в чём имею в виду, что этим делом руководит Опа Ермака, в том числе, то есть как напрямую руководит, что мы рассматриваем, что мы не рассматриваем, какие решения предснимает судья, как она принимает, а также информационным обеспечением. То есть объясняет, как это было якобы на самом деле, и какие страшные враги те люди, которые смеливаются говорить, что это не так. Короче говоря, господа, очень я обеспокоен безопасностью, жизнью, здоровью полковника Тимченко. Он должен понимать, что для сохранения своей жизни, пока он на свободе, если он на свободе, я по большому счёту в этом сомневаюсь, думаю, где-нибудь в лесу или в каком-нибудь тайном секретном бункере находится. Но если он, не дай бог, окажется на свободе, не дай бог, это я так, гипербола, ему надо рвать когти, рвать когти, и единственное место, где он может спастись, это Соединённые Штаты Америки, где пока, пока ещё, вот эта администрация у власти, ему могут дать убежище, и он, по крайней мере, останется жив. Вот что касается последних событий, то есть полный цунг-цванг каждый день принимается, совершается действие, принимается решение, которое усугубляет ситуацию в опе Ермака и судьбу дальнейшую её руководящих лиц. Ну, а теперь несколько комментариев по поводу тех двух писулек, на которые обратили внимание мои зрители. Причём все они, им не надо было объяснять, что это заказные статьи, потому что, ну, надо быть идиотом, чтобы это не понять. То есть, я не первый, так сказать, день и даже не первый год присутствую в информационном пространстве Украины. Неоднократно приезжал в Киев, принимали меня на достаточно высоком уровне. Очень приличные люди, которыми знакомство, с которыми, с которыми, и дружба, с которыми я реально горжусь. Если посмотреть количество просмотров там, то там уже до полумиллиарда доходит, в основном в украинском информпространстве. Некоторые из моих видео, конкретные видео, там собирали по 7-8 и так далее миллионов. И всё было нормально, вроде бы. Вот до того момента, когда я выразил особое мнение по поводу первого, по поводу умозаключения главмента Украины Клименко, по поводу того, что же произошло, когда он сказал, что это несчастный случай в результате. И понятно, что вот эта вся массовая такая реакция, нервная такая. Мне зрители пишут, что они читают эти статьи и понимают, что там подгорело в опии Ермака. Очень, чрезвычайно высокая температура. Люди теряют рассудок и начинают суетиться. Что я могу сказать по этому поводу? Правильно, это заказуха, естественно. Потому что понятно, может быть так. Всё-всё нормально, а потом бах в один прекрасный день и всё. И ты уже, все прозрели, засекреченный агент Российской Федерации, живущий уже более 30 лет в Соединённых Штатах Америки. Скажу сразу, автором этой статьи, и даже не автором, то есть с личинками я разбираться не буду. Я буду разбираться с организаторами публикации вот этих подмётных, так сказать, писем, как их называли в старину. Так вот, мой совет организаторам вот этих публикаций. Пацаны, не заморачивайтесь, не тратьте своё драгоценное время, которое вы можете потратить на то, чтобы украсть очередной десяток миллионов долларов с иностранной помощи. Если у вас есть какие-то сведения по поводу того, что я являюсь кротом российских спецслужб в Соединённых Штатах Америки, немедленно, вы слышите меня, немедленно звоните в ФБР. Можете в центральный офис звонить, который на Пенсильвании авеню находится. Можете в вашингтонский филд-офис. Звоните и немедленно докладывайте. Лучше в письменном виде. Вам там подскажут электронную почту, надёжную. Сообщайте всё в письменном виде. И очень важно, внизу не забудьте оставить имя, фамилию и координаты, где вас можно будет найти для дальнейшей работы с вами. Поэтому вот так, что я могу сказать вам по существу всех этих писулек. Не теряйте время, пацаны. Действуйте. Если в такое тяжёлое время, которое переживает действительно Украина сейчас, в её информпространстве орудует такой страшный враг долговременного залегания, как Юрий Швец, этот вопрос надо решать через спецслужбы США. Они помогут разобраться с этим делом. Так или иначе. Но я хотел бы дать более развернутый комментарий по поводу всей ситуации. Вы знаете, в 2002 году, это когда я впервые, в 2002 году я попал в информационное пространство Украины. И среди государственных служащих в Киеве, как мне рассказывали, люди на уровне министров тогдашних, каждый рабочий день чиновника украинского правительства, у которого был компьютер, тогда ещё не у всех вроде были, начинался с того, что он приходил, выходил в интернет на страницу, которая называлась «Пятый элемент». Это я открыл эту страницу. И я опубликовал там транскрипты с вот этих записей, которые были сделаны в 2000 году в кабинете тогдашнего президента Кучмы. Ну, потом, вы помните, в 2002 году разразился скандал. Оказалось, там обвинялся Кучма в том, что он дал указание, в результате которого был убит, зверски убит журналист Георгий Гангацца. Разразился страшный скандал. Причём не только в Украине, он потряс Украину, во многом определил дальнейшие события в стране и сильный удар нанёс по её международному статусу, по имиджу. И с тех пор прошло... То есть я занимался этими плёнками в 2002 году. На основании тех транскриптов, которые я написал, был титанический труд, потому что плёнки были чрезвычайно плохого качества. Вернее, это не плёнки были, это был КГБшный магнитофон, который был проволочный, записывались на проволоку. Ну, и с тех пор прошло уже 22-й, был уже 23-й год, 21 год. И просматривается... Вот я лично вижу серьёзную, ну, отчётливую параллель между делом Гангадзе и нынешним делом теракт против майора Чеснокова. С тех пор многих участников вот того, как его называли, плёночный скандал, там по-разному называли, многих уже нет. Многие закончили жизнь, ну, нетрадиционным способом, скажем так, или вариантом. Министр тогдашний внутренний дел Кравченко покончил жизнь самоубийством, сделав, внимание, два выстрела себе в голову. Можете себе представить такое самоубийство? Два выстрела. Одного. Второй был конкретно, так, скорее всего, контрольный. И это было не самоубийство, а убийство. Другой генерал Фаре срочно впал в кому, из которой он уже не вышел. Несколько месяцев он находился в этой коме. Ещё один генерал, я уже не запамятал его фамилию, также закончил в коме. Охранники, которые так или иначе, которые не сумели, не успели убежать с Украины и остались там, их травили, нескольких из них, еле выжили. Наиболее активные участники в средствах массовой информации, которые тогда пытались отмазать власть от расследования этого скандала, как-то они тоже исчезли. Ну, один, я знаю, умер, другие пропали с горизонта вообще. Медведчук, который тоже к этому делу был причастен, так или иначе, ну, насчёт Медведчука, вы знаете, да, что с ним происходит и так далее. То есть, все закончили вот как-то нехорошо. А один человек, которого пока не тронули, судьба пока его обошла, это тот, который науськивал президента Кучму на то, чтобы он дал указание, мягко говоря, присмотреться. Гангадзе, потому что тот какой-то такой неправильный журналист. Плохие вещи пишет. Так вот, этот человек, он жив, так материально с ним вроде всё нормально, но жизнь у него тяжела, я так думаю, потому что каждый раз, находясь в доме, он вздрагивает, когда кто-то звонит в дверь. Он боится, что это пришли за ним. То есть, участие в этом деле на стороне неправой стороны – это тяжёлый случай, очень тяжёлый. И вот эти люди, которые так или иначе сейчас участвуют по указанию ОП и Ермака в отмазке или развалу этого дела, они должны это понимать. Потому что дело сейчас, то, что произошло сейчас, оно страшнее, чем убийство Гангадзе. Тогда речь шла о журналисте, который критиковал власть. Не больше, не меньше. Речь шла о свободе слова. Это серьёзное, по западным. В Украине тогда особое внимание на вот это, свобода слова. Только не начинали обращать внимание, но это не было нечто святое, как на Западе. Ну, а сейчас это вообще страшное дело. То есть, тут такой букет, что аж страшно. Поэтому у меня нет сомнений, что это дело будет расследовано. Достаточно скоро всё станет известно. Поэтому я бы посоветовал так, по-человечески. То есть, я уже не молодой пацан, двадцатилетний, тридцатилетний, который злорадно будет сидеть и наблюдать, как плохие люди будут нести заслуженное, даже заслуженное наказание. С годами приходит... То есть, начинаешь, как говорили в известном советском... в известной советской кинокомедии, начинаешь к людям быть помягче, а на проблемы смотреть ширше. Так вот, пользуясь этим, на основном, на этих позициях, я просто посоветую тех, которых ОПА в лице Ермака пытается привлечь к тому, чтобы предпринять незаконные какие-то действия или начинать информационную отмазку ОПЫ и атак на тех, которые не пользуются любовью ОПЫ, потому что высказывают противоположные мысли и соображения. Так вот, держитесь подальше от Ермака, повторяю, потому что, как показывает дело Гангадзе, все люди... То есть, добро, в конце концов, всё правда, она вылезет наружу. И на этот случай она вылезет скорее, чем вы себе можете представить. Поэтому держитесь подальше. Я не буду бить по личинкам, их давить, но личинки не маленькие, их даже не раздавишь, и смысла нет, времени нет. А вот по организаторам я на них обращу внимание. Тем более, что, понимаете, Украина, она по территории крупнейшая страна Европы. 30 миллионов, насчитываю сейчас, не меньше жителей, население, это даже если... На Западе так считают, даже с учетом миграции в связи с полномасштабной российской агрессией. И в то же время она какая-то маленькая, потому что, ну, все всех знают. То есть, основные политические события, бизнес-события, они происходят в значительной степени в Киеве, и там все игроки известны. Вплоть до дня рождения. Многие уже забыли яркие страницы своей биографии, а другие люди о них помнят. Поэтому, ну, вот, один из организаторов. То есть, все на виду. И если вот рисковать ради главного мародера страны, который занимается сейчас очень нехорошими делами, которые называются ковер-ап, а это значит, концы в воду, развалить расследование страшного уголовного преступления, то, в общем, это может иметь очень нехорошее последствие. Ну, например, вот тут же меня прислали вот несколько публикаций, вернее, там, насколько я понимаю, там было две писульки, которых тут же начали распространять в телеграм-каналах, и мне уже пишут, под кем эти телеграммы ходят, ведь в Украине же всем известно. Все под кем-то. Найти независимого журналиста непросто. Я понимаю, это сложные условия, приходится лавировать. Ну, избрал-то эту профессию. Надо как-то жить, зарабатывать деньги. Некоторые пытаются более-менее сохранить, так сказать, свою объективность, профессиональную чистоту. Одним этого лучше получается, другим нет. Но получается, что каждое средство массовой информации, оно под кем-то, так или иначе. И вот мне прислали, в частности, под кем одно из этих средств массовой информации находится. Ну, пока не буду называть все детали, но некоторые яркие страницы его биографии я назову. Это теневой кассир самой крупной организованной преступной группировки в Киеве 90-х годов. Банды Киселя. Среди семи ОПГ Киева это была самая жестокая, на ее счету, десятки заказных убийств. И она была уполномочена Солнцевской ОПГ, а это самая крупная, самая страшная в 90-х годах ОПГ в России. Могилевича. А Могилевич в то время это был ценнейший агент первого главного управления. Вернее, это уже тогда в 90-е годы было не первое главное управление, а СВР, хотя то есть фамилия этого агента была Могилевич, входящий в десятку самых разыскиваемых преступников мира, разыскиваемых в ФБР. Так вот, значит, эта группа Киселя, у которой кассиром работал наш политический деятель, и она была уполномочена Солнцевской, братвой Могилевича, на координацию всех ОПГ в Украине. И вот сейчас он, да, российские, украинские службы различные, правоохранительные органы работали по вот этой банде Киселя в 90-х годах вместе с ФБР, ребята, то есть ФБР есть, если там что-то можно было уничтожить, значительное количество томов, чуть ли не все, на Могилевича, которые были собраны украинскими спецслужбами на стыке 90-х и 2000-х годов, потом последствия были уничтожены, якобы, потому что они потеряли историческую ценность, типа, ну, это, это, бред, такого не может быть в нормальной стране, но они были уничтожены по указаниям тогдашней ОПГ, ну, я имею в виду, она не называлась иначе, тем не менее, ну, вот, то есть ФБР-то эти все информации имеются, имеются. Ну, вот так, вот фигуранты, под руководством которых сейчас на меня пишутся вот эти вот вонючие, мерзкие пасквили, которые, ну, понимаете, я же все-таки профессионал, прошедший своеобразную, особую подготовку, которая была потом развита в течение многих лет, работы, там, даже в частном секторе и так далее, то есть, меня эти укусы, балашинные или комаринные, они мне просто отскакивают, они мне не волнуются, то есть, я повторяю, я буду мочить, извините меня за это выражение, ну, так, чтобы братве, той, которая была братвой в 90-е годы, а сейчас они там крупные деятели информационного пространства и политики, так вот, буду мочить, я вашу всю подноготную выверну, и я покажу, покажу, кто сейчас находится у руля власти в Киеве. Ну, и тот мой американский товарищ, который, который постоянно ищет, колесит по миру и ищет комплектующие для систем вооружений, которых нуждается Украина, новые виды вооружений, делает, ну, кульбиты просто совершает, делая невозможное, в то время, когда чиновники в Киеве отследняют, воруют очередной транш и считают деньги, так вот, он прочитал уже, он владеет русским языком, прочитал одну из этих писулек, прислал мне на нее ссылку и рекомендует мне, скажи им в следующем видео, пусть больше пишут, это их отвлекает хоть недодолго от воровства денег, наверное, когда они спят, они слышат хруст купюр и считают их во сне, мародерство хуже наркомании, трудно лечиться, есть, правда, один доктор по фамилии Лугер, ну и таблетки у него есть 9 на 19, сразу все подходит, проходит, китайский опыт подтверждает, я для невоенных объясню, что такое доктор Лугер и таблетки 9 на 19, Лугер это калибр, 9 на 19 Лугер это патрон, обычно называют 9-миллиметровый, на него сейчас раньше был самый популярный у американских полицейских спецслужб 45-й калибр убойный, но сейчас 9-й, вот этот Лугер, потому что ну там делают пули такие, они своеобразно раскрываются при проникновении в цель и там приносят такой ущерб, который мой 45-й калибр не сравнится. Так вот, значит, о чем он говорит, китайский опыт подтверждает, что лучше, может быть, единственная таблетка от клептократии и от от мародерства, да, это вот как раз расстрел, как это подтверждает китайский опыт. такую реакцию у моего американского товарища вызвала та писулька заказная, которую против меня опубликовали за последние сутки в Украине. Так что, смотрите, господа, пишите дальше, пишите дальше, рано или поздно на Лугер до вас доберется. Ну и все-таки, все-таки хотел бы рассказать дальше все, только буду давать радкие комментарии по поводу хода этого расследования, оно не должно заглохнуть, оно приведет к нужному результату, к объективному результату. Но хотел бы, помимо этого, показать фон. Все это, вот эта вся мутата, эта вся грязь, это такое впечатление, что сейчас единственное, чем занимается ОПА и Ромака, это вот этим делом, отмазывание, так сказать, Влады от этого дела, чем больше она этим занимается, тем хуже, а в это время в мире происходят серьезные вещи. И вот хочу вас с ними познакомить кратко. Издание The Week Великобритания анализирует последнее несколько интересных материалов по поводу того, в какой ситуации находится в военном плане сейчас Украина. Статья называется «Контрнаступление Украины», двоеточие, «Провалилось ли оно?» Вот что пишет, я повторяю, это на основании анализа прессы других источников. Итак, журнал The Spectator, издание, британское, пишет, «Нелегко говорить об этом, но наступление, контрнаступление Украины, начатое 5 месяцев назад с целью вернуть утраченные территории, сошло на нет», в кавычках. «Осенняя погода привела к известным изменениям теперь придется ждать как минимум до апреля». Причина такого так называемого в кавычках «провала» очевидна. Ну, понятно, вы все знаете, это и российская оборонная линия, которая оказалась на удивление непробиваемой, минные поля, которые местами достигают глубине почти в километр, которых никто никогда с такими полями не сталкивался. А у Киева нету соответствующей техники, которая бы решать эти проблемы. и бронетехники для массированных атак, нет и спецтехники для разминирования. Итак, тупик ли это? И ответ. Вряд ли. К счастью, Белый дом намерен сохранять веру в успех Украины. Не в последнюю очередь из-за опасений, что победа России в Украине поставит под угрозу другие страны. Ну, например, Медведев недавно предупредил Польшу, что в Москве ее рассматривают как опасного врага. Потенциально следующий. Там, страны Балтии, Финляндии и так далее. Но, Белый дом предпринимает меры для того, чтобы этого не допустить. Однако, американские республиканцы пытаются заблокировать помощь Украине, ссылаясь на отсутствие у нее боевых успехов. Следующий подраздел. Опасный момент. Без дополнительного вооружения Киеву грозит опасный момент весной, когда Россия перевооружится и призовет новые войска мобилизации, пишет The Daily Telegraph, другая британская газета. Поэтому Зеленскому вообще для Украины нехорошо, что внимание Запада переключилось на Ближний Восток. Зеленский должен опасаться, что его союзники потеряют интерес к судьбе Киева, на что, конечно, и рассчитывает Путин. Есть еще одна причина, по которой Запад должен сделать все возможное, чтобы не допустить эскалации войны между Израилем и Хамасом. Если страны НАТО будут втянуты в более широкий конфликт на Ближнем Востоке, на Украину будет оказано давление с целью добиться урегулирования путем переговоров. И Путин, и другие автократы окажутся в выигрыше. То есть, вот задача. Не допустить это. Перед Западом ставятся задачи. События происходят далеко от Украины на Ближнем Востоке, но задача не допустить эскалации. Кстати, если вы посмотрите, что делает, что говорит Байден, что делает, куда едет, о чем говорит Блинкин, это одна из основных сейчас задач, как-то сдержать расползание. Это очень сложно. Последние появились сообщения, что Россия поставила ракеты Яхант, это специальные противокорабельные ракеты, причем в достаточном количестве. Хезболе, которая грозится открыть второй фронт против Израиля. А зачем ей эти ракеты? А там стоят 2,2 американские авианосные группы. То есть, в любой момент может вспыхнуть так, что будет просто страшно. И вот Америка все это разруливает. И одна из причин это сделать так, чтобы внимание по-прежнему Запада было приковано к Украине о следовательной помощи и так далее. Путин должен быть разбит и повержен. Вот о чем сейчас думают, беспокоятся люди на Западе. Великобритания, в Соединенных Штатах Америки. То есть, господа, сейчас в США, Великобритании пишутся планы, как Украине выиграть эту войну. И в это время в опе Ермака занимаются своими грязными делами. Вот на этом, господа. Но я думаю, да, как я уже сказал, я думал, что это не удастся по многим причинам. Поэтому, как обычно, слава Украине и ее вооруженным силам. Враг будет разбит, победа будет за нами. Вам, дорогие друзья, выдержки, мужества, твердой веры в нашу победу. Есть люди, которые думают, заботятся об Украине. И не только потому, что они человеколюбящие или любивые люди, а еще потому, что они понимают свои собственные интересы, рациональные интересы. И хорошо, очень хорошо для Украины, что ее интересы, сейчас жизненно важные, совпадают с рациональными интересами умных и могущественных людей и стран на Западе. До новых скорых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok